Здравствуйте! В эфире Омск ТВ «Разговор по существу». Сегодня обсудим первые итоги работы Горсовета в тандеме с новым мэром, состояние бюджета и грядущие выборы парламентариев. Гость в нашей студии – председатель Омского городского совета Владимир Корбут. Владимир Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Началась новая сессия работы Горсовета. Последнее, что важно для этого созыва, и не так давно состоялось пленарное заседание. Как вы оцените старт работы? Ну, стартовали-то мы очень хорошо с торжественного заседания, на котором мы приняли присягу мэра города Омска, которую он дал народу. Ну и, соответственно, второе заседание Омского городского совета, которое прошло в первых числах февраля. Ну, наверное, это рабочие моменты. Причем рабочие моменты не только для города, но и для мэра. Мы рассмотрели достаточно большое количество вопросов. 39. Большинство из этих вопросов носят именно рабочий характер, который никак не зависит ни от мэра, ни от того, что депутаты зашли в крайнюю сессию своей работы. Если в двух словах, собственно, какие-то были вопросы, на чем был акцент, о чем разговаривали? Ну, прежде всего, конечно, то, что мэр города Омска, по сути дела, месяц как в должности, ему необходимо создавать рабочие инструменты для продуктивного работы, как, собственно говоря, хорошего хозяйственника и опытного руководителя. Поэтому, наверное, всех заинтересовал вопрос о том, как Омский городской совет поддержал, именно поддержал мэра города по изменению структуры администрации. Безусловно, структура поменялась внутренне, без финансового обеспечения, то есть не увеличивались, собственно говоря, должности, какие-то новые не вводились. Это была, собственно говоря, перестановка, от которой бюджет не изменился, но которая позволяет, собственно говоря, выстроить вертикаль власти, которая для каждого руководителя, она строго индивидуальна. Около месяца назад, правда, что он вступил в должность. Минувшее заседание для него было, я бы сказал, первым в новом статусе, поскольку он вступил, принял присягу и вот теперь возглавлял заседание горсовета. На ваш взгляд, тандем за этот месяц между ним и между депутатами, он сложился? То есть вот эти взгляды на развитие города, они у вас совпадают? Я бы сказал так, что муниципальное общественное партнерство сейчас налажено. Мы понимаем о том, что главная цель, которую ставит администрация, и то, что, скажем так, в предвыборной программе Шелеста Сергея Николаевича звучало, эти пять направлений, безусловно, они являются и направлениями, и приоритетами для работы каждого депутата. Поэтому вот это вот партнерство в реализации тех основных параметров улучшения жизни, качества жизни Амичей для нас является приоритетным. И, наверное, главное в том, что мы сегодня, по крайней мере, умеем друг друга слышать и слушать. Это тоже очень важное качество и для руководителя, и именно для представительного органа. Но, опять же, цель одна, то есть благополучие Омска. Цель одна, и к этой цели мы двигаемся, ну, скажем так, по-разному, потому что административные ресурсы есть у мэрии, а депутатский корпус, собственно говоря, ходит по земле, общается с избирателями, тем более, что это, собственно говоря, этот год у нас особенный для большинства депутатского корпуса, поэтому от того, насколько умеют прислушаться к мнению избирателей и довести каждый депутат до администрации для решения этих приоритетных задач, это очень важно. К вопросу о задачах. Планов по развитию Омска много, но на это всегда требуются средства, причем средства немалые. На пленарном заседании как раз носились поправки в бюджет Омска. Давайте об этом тоже расскажем людям. Что изменилось? Какая польза людям от этого будет? Когда мы, собственно говоря, закрывали прошлый год, бюджет, расходная часть увеличилась практически на 7 миллиардов рублей. Мы этот год тоже начали с хорошей, наверное, тенденции, то, что на 537 миллионов рублей увеличился бюджет за счет межбюджетных трансфертов. Это нужно сейчас заключать и контракты на благоустройство, и на строительство, и реконструкцию дорог, это и на школьное питание, и на выплату заработной платы дополнительных денежных средств. То есть много-много. И я надеюсь о том, что своевременное заключение муниципальных контрактов позволит, первое, и сэкономить денежные средства, качественно подготовиться именно к проведению летних, весенних, осенних работ и выполнить их очень качественно, с контролем. Говоря о контроле, здесь тоже Сергей Николаевич депутатскому корпусу предложил, собственно говоря, по округам, которые существуют избирательные, сказать, что, товарищи депутаты, на вашем округе строится дорога. Вот начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию, будь то детский сад, школа или реконструкция дороги, комфортной городской среды, будьте добры, стойте рядом с этим объектом, который начинается проектироваться. Ну, проектирование в этом году, то, что уже все завершено, но на следующий год надо все равно иметь перспективу и непосредственно вникать. И в градостроительные нормы, которые сейчас реализуются и выполняются, поэтому вот именно совместная партнерская работа, она на сегодня налицо. Вы рассматривали на заседании изменения в систему выборов, то есть переход к мажоритарной системе. Если можно, что это такое, то есть в чем отличие от текущих дел, ну и, соответственно, чем она может быть полезнее для избирателей? Да, это интересный вопрос, много обсуждался, и не только в этом году, но и ранее. Сегодня федеральным законодательством в городе-миллионнике, как нашим, может быть не менее 35 депутатов, и причем депутатский корпус может избираться как по смешанной партийной и мажоритарной системе, так и по одномандатным спискам, то есть 100% мажоритарной системе. Ряд, скажем так, крупных промышленных городов Российской Федерации уже пришли к тому, что нужно на муниципальном, именно на муниципальном уровне уходить от смешанной выборной системы, где идет человек по партийным спискам, и, собственно говоря, за что он отвечает, за какую территорию, непонятно. Он отвечает за все. Поэтому депутатский корпус на сегодняшний день, именно после проведения консультации, причем на различных уровнях, приходит к мнению о том, что эффективность работы депутата как одномандатника на своем конкретном участке избирательного округа, который будет, да, сейчас меньше около 23-25 тысяч человек, каждый избирательный округ, ранее было более 40 тысяч человек, избирательный округ одномандатный, то уже при последующих выборах избиратель спросит, вот эти вот 20 тысяч человек, которые находятся на этом избирательном участке. Дорогой мой, что ты сделал полезного для нас? Как ты услышал наши проблемы? Нас не интересуют проблемы города в целом. Нас интересует вернутая лампочка в подъезде, заасфальтированная дорога, кронированные деревья, чтобы ребенок безопасно ходил в школу и детский сад был непосредственной близости. Именно этими вопросами депутатский корпус и подходил к тому, чтобы перейти на эту мажоритарную систему. Сейчас, 9 марта, пройдут публичные слушания, где депутаты наверняка услышат мнение не только различных партий, хотя вот в Омском городском совете представители пяти политических партий, и только одна КПРФ против, категорически против мажоритарной системы. Все остальные партии поддерживают эту мажоритарную систему. И мы узнаем, как население реагирует на то, чтобы уйти от этих списков. Поэтому 9 марта, повторюсь, публичные слушания в 10 часов в городском совете. Причем люди могут задать вопросы и поучаствуя в видеоконференции, и, соответственно, прослушав просто информацию на сайте Омского городского совета. Затем комиссией мы обобщим все результаты. 23 марта Омский городской совет вернется к рассмотрению и принятию в первом и втором чтении данного законопроекта. Ну и затем будут формироваться округа, и далее, я надеюсь, что в мае месяце мы определим именно границы округов, и начнется, собственно говоря, предвыборная работа. Я, кстати, слышал интересную точку зрения, что меньше округ, значит депутат ближе к избирателям. Но вот, по-моему, как раз сейчас вы подтвердили ее. Да, абсолютно верно. Наверное, главное о том, что общественные приемные депутатов будут находиться именно в этом избирательном округе, то, что и помощники, и общественные помощники будут заниматься именно территорией и вникать в нужды. И каждый, наверное, житель будет знать, так же, как знает, вот на каждом подъезде есть участковый пополномоченный, фамилия, имя, отчество, телефоны, пожалуйста, обращайтесь. Точно так же я надеюсь, что люди, проживающие на конкретном, как говорится, микрорайоне, будут знать своих депутатов в лицо. Ну и в финале беседы я бы хотел вернуться к теме, которую мы тоже с вами затрагивали. Это депутатская этика. Вопрос бурно обсуждался, было много разных мнений. А к чему в итоге пришли на избранники, и как это обсуждение проходило? Ну, понимаете, мы в Омском городском совете в самом начале шестого созыва по инициативе некоторых депутатов просто-напросто взяли и этику уничтожили. Применять ее не надо, депутаты у нас все грамотные, воспитанные, и, собственно говоря, она нам не нужна. В этом есть, наверное, часть доли правды, но когда депутаты начинают использовать парламентскую трибуну Омского городского совета для, собственно говоря, своих, наверное, узких партийных или других каких-то целей, наверное, это недопустимо. Депутат должен работать именно на население, на то, чтобы решать задачи. Я полагаю, что споров много, и они должны быть и обсуждаться. Есть этика муниципального служащего, есть нормы этики судейского аппарата, имеется в виду судей Российской Федерации, и многие-многие другие принципы. Поэтому здесь мы не собираемся изобретать велосипед, от общих фраз мы никуда не уйдем, но иногда общие фразы людей пугают. Там много проблемных вопросов, но я полагаю, что данные вопросы мы урегулируем, и все-таки этика в городском совете будет. То есть все будут стремиться к одной цели и при этом друг друга уважать? Прежде всего, это умение держать себя, уважение друг к другу, ну и терпимость. Порой это тоже качество нужно. Что ж, спасибо большое, Владимир Валентинович. Спасибо за беседу. До новых встреч. А я напомню, что мы беседовали с председателем Омского городского совета Владимиром Корбутом. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok